Здравствуйте! Всю минувшую неделю в эфир из этой студии выходили свежие новости. Сегодня время вспомнить о главных. Меня зовут Илья Леонтьев, это «Неделя области» и смотрите далее. Взрыв в Поливановке. На окраине Саратова бывший военный бросил гранату в полицейских. Два человека ранены. Произвол власти или попытка нажиться на ситуации. В Энгельсе силой выселили из аварийного дома инвалида первой группы. Добровольно покидать квартиру она отказалась. Они выходят на корт, несмотря на проблемы со здоровьем. В областном центре прошел чемпионат России по парабадминтону. Пожалуй, главное событие минувшей недели – взрыв гранаты в поселке Поливановка. Сотрудники полиции пришли в один из домов с обыском. Искали незаконное оружие. Впускать их хозяин жилища бывший военный отказался. Схватил гранату и выдернул чеку. Оба полицейских в итоге были серьезно ранены. На месте громкого ЧП побывал Роман Базан. Он пообщался с задержанным и узнал, почему тот выхватил гранату. Поселок Поливановка, дом номер 14 по улице Дунаевского. Сюда полицейские пришли с обыском. Правда, встретил их хозяин жилища с гранатой в руках. Взрывом ранило обоих сотрудников. Здесь повсюду следы от осколков разорвавшейся гранаты. Когда приехала подмога, мужчина был уже в наручниках. Его задержали раненые полицейские. Он был пьян. В доме эксперта обнаружили патроны для автомата и несколько охотничьих ружей. Гранату привез где-то в 92-м, наверное, году, в 94-м. Игорь Тимофеев привез боеприпасы из Чечни. Там он воевал в 90-е. Бывший вертолетчик признался, за гранату схватился от страха. Боялся отправиться в тюрьму за незаконное хранение. Решил покончить жизнь самоубийством. Вынес эту гранату на кухню, показал ее сотрудникам. Сказал, чтобы они покинули, потому что я сейчас ее взорву. У меня рука закаменела. Ну, я ее от себя вот так откинул. Откинув ее, ну, хлопок. Все. Понятия не имею. В момент взрыва жена задержанного не пострадала. То, что муж хранил дома арсенал, говорить не знала. Два ружья принадлежат сыну-охотнику. Гранату и боеприпасы, говорит, раньше не видела. Ну, я знаю, что он дурак военный. Психически ненормальный. Ну, бывает у него. Потребляет алкоголь? Нет, нет. Не пьет вообще? Ну, редко. Очень редко. Куда получились осколки-то? С задницей. Они же боятся? Да. Осколки гранаты угодили им в руки и ноги. Сегодня в больницу к раненым полицейским приехал глава управления внутренних дел области. Пострадавших Сергей Аренин обещал представить к награде. Ну и все. Служить дальше будем. Как положено, да? Так, так, так. Пускай пролежат, как положено. Не знаю, не знаю. Попролежите немножко, потому что важно и для пролежения обвинений потом будет. Знаете, да? Так, точно. Именно курс антибиотик надо пройти. Ну, и за ним приспадают. Сегодня задержанного мужчину арестовали. Взяли под стражу в Ленинском суде. За покушение на полицейских ему грозит тюремный срок. Вплоть до пожизненного. В минувшие выходные на новой набережной, недалеко от улицы Вольской, пожарная машина ушла под землю. Под спецтехникой провалился асфальт и задние колеса ушли в яму. Вытащить из которой транспорт спасателей смогли только с помощью крана. Надежда Нойкова побывала на месте событий и узнала, что саратовцы уже придумали название для очередной ямы на новой набережной. Сейчас я нахожусь практически рядом с Бермудским треугольником. Правда, самолеты в нем не пропадают, все больше асфальт. Так уже прозвали новую яму на новой набережной наши горожане. И сегодня сюда уже приходит толпы зевак посмотреть на обвалившийся участок. Наверное, это скоро станет саратовской достопримечательностью и сюда будут водить туристов. Мне это определенно нравится. Если бы это делали за свой счет, из своего кармана, я думал, ям бы не было. Это сто процентов. Почему-то, если я на работе сделаю что-то плохо, с меня высчитают. Мне не заплатят зарплату. А люди получили зарплату и ямы есть. Все в порядке. Очередной провал произошел на набережной вчера. Сюда на свое учение приехали пожарные. И вот под задними колесами их машины и проломились две плиты. Образовалась яма глубиной где-то два метра. Вытаскивать спецтехнику приехал специальный кран. Он тоже чуть не угодил в ловушку, но в итоге несколько часов работы и машину извлекли из ямы. Это вот это вот. Вы сейчас натянете в машину и парете. Напомню, в свое время строительством новой набережной занималась компания «Саратов Гестрой». Потом ее обязали исправить свою некачественную работу. Организация предпочла обанкротиться. Сейчас рядом со мной находится общественный деятель Александр Дмитриевич Масленников. Прокомментируйте как-то эту ситуацию с нашей злосчастной набережной. Вы знаете, очень много хороших и благих дел делается в нашем городе в последнее время. Это и благоустройство города в целом, это и новая пешеходная зона как раз приходит, которая к нашей набережной. Но почему-то за последние несколько лет, как наши власти не старались и не вкладывали огромные деньги в реконструкцию нашей набережной, какие-то попытки наживиться, что ли, таких бизнесменов, я считаю, что, конечно, должны быть реакции правоохранительных органов в первую очередь. На данный момент место провала обнесено красно-белой лентой. Никаких рабочих мы здесь не застали. Но горожане предполагают, что, скорее всего, очередной провал будет засыпан асфальтовой крошкой. Посмотрим. Новый участок Саратовской набережной, похоже, уже никогда не отделается от эпитета скандальной. По данным местных информационных агентств, при его строительстве были разворованы десятки миллионов рублей. Работы были сделаны столь некачественно, что меньше чем через год начались провалы и разрушения. Ну и как апофеоз, невозможность наказать виноватых. Компания «Саратов-Гострой», которая занималась благоустройством побережья, обанкротилась. В областном комитете капитального строительства, который принимал работу, регулярно меняются руководители. В общем, в этом бермудском треугольнике пропадает не только асфальт, но и финансы. Меня остался тем равнодушным и поэта с гражданской позицией Юрия Алексеева. «Новой набережной» это место называют. И вот там уже который год постоянно что-то пропадает. Совесть, деньги, качество работ. А еще, и это очень важно, вероятно, от влияния внешних сил пропадает все доверие у граждан к тем, кто это безобразие допустил. И порой такое там творится. В этой зоне неизведанных чудес может вдруг буквально провалиться кто угодно, даже МЧС. А Бермудским треугольником, так, к слову, нас в Саратове теперь не запугать. Ведь на нашей набережной новой впору фильмы ужасов снимать. Россия напомнила Литве о большом долге. На днях Прибалты вновь заговорили о так называемой советской оккупации. Они требуют возместить ущерб, который республика якобы понесла, пока находилась в составе СССР. Российские дипломаты уже ответили. За период советской истории Москва вложила в Вильнюс более 70 миллиардов долларов. И не исключено, что Кремль может выставить свой счет, если Прибалты не успокоятся. О других событиях, связанных с нашей страной глазами иностранных журналистов, далее в рубрике «Другой взгляд». Санкции действуют, и слава богу. Эксперты выяснили, что антироссийские ограничения на страну не повлияли. Да, с прилавков исчезли некоторые заморские продукты, а жители затянули пояса. Помогло импортозамещение, выяснили наблюдатели. Поэтому многие граждане даже рады, что на Западе ввели санкции против их страны. Российские военные пригласили американских в Подмосковье. Там пройдут соревнования по танковому биатлону. Участие в играх примут военнослужащие из нескольких стран. Будут меряться силами на технике. Пригласить танкистов из-за океана решили впервые, и очевидно, те откажутся. Однако, по мнению большинства европейских экспертов, выяснять отношения с Россией и Америкой лучше всего. Только в танковом биатлоне. Запретный плод сладок. Социальная сеть ВКонтакте по-прежнему остается самой популярной на Украине. И это несмотря на то, что доступ к российскому сайту заблокировали власти этой страны. Интернет-пользователи находят способы обойти запрет и продолжают общаться. С момента блокировки аудитория у российской соцсети нисколько не убавилась, заявили эксперты. На юге России проводят не только Формулу-1, но и гонки на тракторах. Необычные соревнования состоялись в Ростове-на-Дону. Дистанция 15 километров. Никакого асфальта, только песок и грязь. Из-за этого многие машины сошли с трассы. Тяжело было и трактористам. Воздух внутри кабины раскалялся до 50 градусов. Поэтому многие гонщики так и не смогли финишировать. В минувший четверг в Энгельсе разгорелся скандал. Пожилую женщину, инвалиды, силой выселили из дома. Причина решения суда. Больше пяти лет назад жилье было признано аварийным. Все соседи приехали в новостройку, а пенсионерка отказалась покидать родные стены. При этом средства, перечисленные на покупку нового жилья, начала тратить. В итоге женщину пришлось выносить из разрушающегося дома на руках. Екатерина Молчанская наблюдала за происходящим и попыталась понять, как такое стало возможным. Здесь их ждали. Ко встрече с приставами в доме номер 2 на улице Харьковской подготовились заранее. Заперли дверь, позвали подмогу, вооружились мобильными телефонами для съемок. Сегодня жильцов должны выселить из квартиры. Зачем? Мне тоже обидно уходить отсюда. Здесь же условия плохие. Есть пять лет решения в обстановлении. Я здесь прожила, говорю, с 50-го года почти здесь живу. Этот дом признали аварийным и расселили еще в 2011 году. Тогда же здесь отключили все коммуникации. И с тех пор, почти шесть лет, здесь нет ни воды, ни газа. Всем соседям Валентины Павловны выделили новые квартиры. Но сама же женщина отказалась покидать родные стены. Я смотрел, это двухкомнатная квартира, 61 квадратный метр. Ее переделали в трех. Взяли перегородку, так поставили. Там два окна, они перегородочку поставили. А здесь какая площадь у вас? Здесь 57. Но нас тут все устраивает. Хозяйка единственной жилой квартиры Валентина Павловна. Женщина пережила инсульт и частично парализована. Ухаживать за собой, а тем более судиться с районной администрации, она не в силах. Ее интересы представляет сын. От квартиры в новостройке он отказался. А сумму компенсации, которые им уже перечислили, посчитал маленькой. В итоге пожилая женщина живет в грязи и вони без удобств. Администрации им были выплачены денежные средства в размере 2 миллионов 105 тысяч, которые в данный момент им были перечислены. Не в данный момент, а год назад уже были перечислены им на счет. Эти деньги частично они снимают и пользуются этими деньгами. Но выселяться они все равно не хотят с данного помещения. Выселили! Не трогайте больше, человек. Этот момент оттягивали до последнего. Больше пяти лет представители Энгельской администрации судебные приставы пытались уговорить Валентину Павловну и ее сына съехать добровольно. В итоге все-таки пришлось пойти на крайние меры. Находиться в этом доме опасно. Чтобы жильцы не вернулись обратно, приставы опечатали и заварили двери. Но сотрудники администрации сочли и эти меры недостаточными. В итоге часть дома решено было разрушить. В Саратове продолжают бороться с клещами. Всего с начала сезона к медикам обратилось более 300 покусанных жителей области. Зараженных среди них, к счастью, не оказалось. Сейчас специалисты обрабатывают детские лагеря и парки специальными препаратами. Ведь подцепить насекомых можно и в черте города. Кристина Трушина узнала, почему в этом сезоне клещей меньше, чем в прошлом. За спиной специалиста более 30 килограммов. Сегодня он обрабатывает двор одного из жилых домов. Об этом попросили местные жители. Неподалеку от зеленой зоны детская площадка. Двор опрыскивают специальным препаратом. Он, кстати, убьет не только клещей, но и других насекомых. Включая комаров и безобидных божьих коровок. Для людей животное химикат безобиден. Им уже обработали детские лагеря и парки. Должно хватить на сезон. Правда, по словам Натальи Красильниковой, бывают исключения. Мы имели дожди. Естественно, период дождей затрудняется проведение этих мероприятий, так как все эти средства могут смываться водой. Поэтому обязательно, если вдруг появится клещ, то будет проведена повторная обработка. Мы будем идти по траве, мести через каждые два метра, поднимать флаг и смотреть его, есть ли на нем клещи. Наличие на участке клещей проверяют светлой тканью. На ней лучше видны насекомые. Кровосос обязательно зацепится за полотно. В этом сезоне с укусами к медикам в область обратились более 300 человек. Почти половина – дети. Это в два раза меньше, чем в прошлом году. Из-за холодной весны насекомые не столь активны. Хотя этих ползучих мы подцепили в черте города. Живность пойдет на экспертизу. Убегает, убегает. Пойманные на природе клещи до лаборатории поедут, что называется, с комфортом. Температура вот в этом чемоданчике примерно плюс 6, плюс 8 градусов. Дело в том, что от жары насекомое может погибнуть. И тогда исследования могут быть неточными. Принес человек, который себя снял. Так проходит анализ. Клеща расталкивают в ступке. Если инфекции не нашли, то укус безобиден. В противном случае придется лечиться. Симптомы разные. От головной боли до бреда и потери сознания. Он поднимается с травы. То есть он живет на травинке. И он ждет, когда человек своими брюками, какой-то одеждой внизу, носками коснется этой травинки. Тогда он сразу переползает на эту брючину и начинает свое движение. Он присасывается к телу, присасывается там или ищет, где крови больше поднимается, выше и выше. В этом сезоне специалисты уже провели сотни экспертиз. По их данным, инфекцию клещевой боррелиоз обнаружили только у одного насекомого. Но чтобы зародиться человеку, достаточно выпить сырое молоко от коровы или козы, которую кусал клещ. Саратовская область не внуши недели вновь прославилась на всю Россию. На этот раз скандал возник из-за приказа, который подписал министр здравоохранения. Владимир Шульдяков обязал врачей сообщать в полицию о случаях беременности и потере девственности у девушек до 16 лет. По словам сотрудников ведомства, инициатива принадлежала местному следственному комитету. Якобы таким образом люди в форме решили защитить школьниц. В случае, если факт потери девственности был бы зафиксирован, автоматически начиналась бы проверка. Однако после возникновения скандала из-за нарушения врачебной тайны приказ отменили. О чем еще говорила область на минувшей неделе, далее в нашем обзоре. Понедельник. Авария на Вольском тракте. На трассе Лоп-Лоп столкнулись Opel и ВАЗ 14-й модели. Обошлось без жертв. В иномарке находились два человека, и по словам очевидцев, оба были пьяны. Водитель с места события сбежал, а вот пассажиру досталось от свидетелей аварии. Вторник в Ленинском районе обещают разбить второй горпарк. Глава губернии заявляет об этом на встрече с жителями поселка Симхорт. Центром нового зеленого уголка станет пруд, находящийся на территории поселка. Илбугоустройству обещают приступить в самое ближайшее время. Тепин, вы вместе с Валерием Николаевичем и Соколов за эту часть беретесь, и мы начинаем двигаться. Среда в Советском районе задерживают троих злоумышленников. Двое из них работали на частном нефтеперерабатывающем заводе и воровали топливо. Общий объем похищенного – более 300 литров. Завод перестал работать, стали задержки, зарплата. В четверг сотрудники технического университета отправляются в экспедицию. Каждый месяц они будут идти вниз по Волге до Каспийского моря. Ученые предполагают исследовать акваторию, а попутно провести несколько лекций для местных жителей. Для студентов это действительно очень интересно и поучительно. В пятницу школьники России сдают ЕГЭ. Саратовские в том числе ставят галочки и пишут сочинения в этот день более 9 тысяч человек. Экзамен проходит в 65 школах региона. Вот сейчас, в данный момент, я не нервничаю, потому что именно в русском языке, я уверена, я всегда этот предмет знала лучше, чем остальные, поэтому я уверена в своих силах. В минувший четверг в Саратове стартовал чемпионат России по парабадминтонам. Участники – спортсмены с ограниченными возможностями. Те, у кого есть заболевание опорно-двигательного аппарата. Тренируются они так же, как и здоровые бадминтонисты. Используют такие же ракетки и валаны. Но есть и существенные отличия. Екатерина Молчанская побывала на первом дне соревнований и узнала, почему этот вид спорта считается одним из самых сложных. Здесь эмоции бьют ключом. Спортсмены бьются за право представлять страну на международной арене. В Саратове проходит чемпионат России по парабадминтону. По его результатам тренер сформирует сборную. Участники – люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Делятся они на несколько групп в зависимости от состояния здоровья. Они работают в таком же режиме, как здоровые спортсмены. Такое же количество тренировок. Все то же самое. То есть различий абсолютно никаких нет. Единственное только, что у нас шесть классов. Соответственно, шесть специфик бадминтона. Как шесть разных видов бадминтона. В этом есть и сложность, но в то же время и интерес. Я, само собой, как старший тренер, работаю не один. У меня есть команда тренерская. Ракетки здесь используются обыкновенные. Кстати, этот инвентарь должен весить не более 110 граммов. Существует множество других интересных фактов про бадминтон. Например, рекорд по количеству ударов за одну игру – почти 20 тысяч. Подобные замеры в этом виде спорта никто не проводил. Но, как уверяют тренеры, скорости здесь ничуть не ниже. На прошлом чемпионате он взял серебро. В этот раз приехал за золотом. Константин Финогенов из Санкт-Петербурга. Бадминтоном занимается два с половиной года. До этого играл в теннис. Сегодня он выходил на поле трижды и каждый раз побеждал. Катание на коляске тут получается постоянный стоп-старт. И это довольно тяжело, выматывающе. У этой коляски в первую очередь большой развал. Колеса с высоким давлением. Длинная рама. Жесткий антиопрокидыватель. Естественно, тут везде хорошие подшипники. И она получается довольно маневренная. На простой коляске так не сделаешь. Спорт называют одним из лучших методов реабилитации инвалидов. Это и физическая нагрузка, и общение, и возможность путешествовать. В ближайшие два дня станет известно, кто из 50 пар обадминтонистов в этом году поедет в Корею. Именно там пройдет чемпионат мира. Отменить налоги для малого бизнеса. Такое предложение выдвинул депутат Государственной Думы. Лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский разработал схему экономического развития страны на ближайшие годы. Он предлагает простить регионам долги, оставлять большую часть налогов на местах и заменить импортную продукцию на прилавках отечественной. Ольга Маркова узнала, как такие меры способны повлиять на экономику России. Долги, которые невозможно выплатить. В Государственной Думе обеспокоены состоянием экономики в регионах. Либерально-демократическая партия предложила новый подход к проблеме. Оставлять больше половины собираемых налогов на местах, а не переводить средства в федеральный центр. Нужно обязательно повернуться лицом к своей промышленности. Ну, на часть регионов. Какие долги? У них доходы в регионах с трудом позволяют покрыть проценты по их долгам. Да. Никогда не вернут долги, чего мы их мучаем? Отменить все долги регионов. Ничего не должны. Работайте, зарабатывайте, вкладывайте в свой регион. Вторая проблема – предпринимательство. Либерал-демократы предлагают дать малому бизнесу больше свободы. Освободить производителей от налога на первые три года, а дальше постепенно поднимать ставку. Вот рынки зачем закрываете? Рынки оставьте в покое. Новые строите в новом месте. А эти пускай стоят. Они их закрывают. И там торговая сеть, владелец за границей. Вот с этим начать. Национализация торговых сетей. Всех по стране. Чтобы город владел всеми торговыми точками. И чтобы во всех торговых точках 80% местные производители. Огромную роль также играет поддержка местных сельских хозяйств. По мнению партийцев, такая политика приведет к созданию миллионов рабочих мест и повысит уровень жизни в стране. На этом у меня все. Далее прогноз погоды от Александра Ивановича Новохадского. Следите за новостями из этой студии. А ровно через неделю мы снова вспомним основные. Меня зовут Илья Леонтьев. До встречи. В понедельник, 12 июня, в День России, в зоне вещания ТНТ Саратов, переменная облачность, кое-где туман. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. Ночью плюс 10, плюс 15, а днем до плюс 24. В Саратове и Энгельсе преимущественно без осадков и лета. Температура ночью плюс 12, плюс 15, а днем до 23 выше нуля. Атмосферное давление около 753 миллиметров ртутного столба. Всех с праздником и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова